50 рублей один банан, здесь это жуткий деликатес. Банановая республика. Один банан? Так а что я за него заплатил? Что просто через него пройти? Ты просто обязан заплатить за это, это же наша оплата входная. Еще 50, ты что, до сотки хоть дай? У меня всего 200 остается на жизнь. Открыли мне эту дверь, но я с ноги уже начал стучаться. Починил душ, говорит, вот смотри, видишь, что работает. Но работает кабул, сэр. А, вот да, есть какая-то. Да, сэр, 50 пояса вот это. Да что же это такое-то? Я дам вам бесплатную воду, сэр, если вы хотите. Бесплатная, сэр, питьевая? Не надо платить, сэр. 2,5 тысячи рублей где-то. Серьезно вот это все? Не могу нигде информации на сайте не найти, ни расписаний нет. Вам нужен трассикл. Трассикл, трассикл. Трассикл, трассикл. Ну че ты, девки? Мне вообще не смешно сейчас. Я так и не смог снять деньги. Куда ты направляешься, бро? Я еду в этот ваш Пио-Ви-корпус. Ну там. Потом туда идешь, они говорят, вон там. Да вон там. Вон там. Водила. Как билетик-то купить? Не, не билет. Бой билетом. Нет билетом. Че, безбилетное? Нет билетом. А как, могли бы объяснить? Ну объясните. Побольше бы таких красавчиков. А ты блогер? Ну да, типа блогера. Я подъезжаю, где живет жених из Литвы со своей невестой. Интернета здесь нет вообще. О, хай-хай. Вот они, люди, встречаются. Привет. Осторожно, пожалуй. Почти, почти мой рост. Я буду вот здесь, говорят, вот жить. Житуха, бытуха. Вот такая меня ждет. Работает, да? Света нету? Нет. А как давно? Полдня. Сказал, вот Сергей приедет, вот если что-то. Если что, для Сереги вот это вот. Друзья, всем привет. Один из подписчиков женится на днях на юге острова Масбата, в самой глуши, куда я выезжаю буквально через 2 часа. Еду на автобусе в 12-часовом, плюс паром. Сегодня вечером должен быть Масбата-сити. Визит Масбата? Есть. Делекс. Делекс. Автобус оказался очень комфортным. Несмотря на то, что были опасения, жених Артура, который из Литвы, ехал он на автобусе, ноги к ушам, еще и стыковка с паромом. Автобус заедет на паром, еще 4 часа будем плыть. Сидушки такие, причем места здесь довольно много, даже для меня все удобно, все мягкое, есть USB. Опоздали на 40 минут, ждали вот одну пассажирку. Я бы, честно, уехал бы и стоял бы на... Так, а у нас перерывчик. Вы должны есть ланч, я даю вам 30 минут на это. Где-то, говорят, можно пообедать. Слушайте, все очень прилично пока. Было бы так на Масбата, там уже девушка одна меня ждет. Супчик. Здесь такой креветочки, все как полагается. Рыба. Манили такую еду даже сложно найти. Извините, а почем бананы? 30. 31 банан? 50 рублей один банан. Здесь это жуткий деликатес. В Волосе бесплатно бананы, если что, так раздавали. Банановая республика. Пассажир ему сказал, что банан за 30 пояса. Они ржут. Я говорю, в России дешевле бананы. Теперь мы остановились на ужин. Где покушать-то автобусная станция? Вот и поужинали все эти взрослые дети. Кот-доги. Люди заваривают себе печи. И говорят, вот здесь можно покушать. Смотрите, что тут покушать можно. Ой, а тут выбор-то какой огромный. Смотрите, чипсы печи, печенюки. Вот и мы приехали на ужин. Сейчас похаваем плотненько вкусняшки. Тут еще хапчик подвезли. Говорят, голодный. Мы доехали до паромной станции. Откуда еще 4 часа плыть до города Мазбата. Ехали 14 часов. Хотя было написано на сайте 11 часов займет весь маршрут. Прибудем на Мазбата где-то в районе 5 утра. И смысл вообще было бронировать отель. Но как всегда никакой информации ничего. Так-так, ну что, сэр? А можете лучше объяснить, за что я вот заплатил тут? А, так это наша плата за терминал. Вот это терминал? Конечно, теперь ты можешь пройти туда. Подождите, я вот заплатил терминал. Вот сзади меня терминал. Так а что я за него заплатил? Чтобы просто через него пройти? И выйти в паром? Нет, ты просто обязан заплатить за это. Это же наша оплата входная. Чтобы выйти туда нарушу. Та-да. Моему парому? То есть я могу уже сейчас на паром сразу идти? Ясен. Мазбата? Да, этот Мазбата. Туда и пиздой. Мы заплатили, чтобы просто мимо пройти. Никто эти вопросы даже не задает. Все, мы на корабле. Что? Химия. Вы продаете только химию? Еды нет у вас? А, яйца есть. Мореные. Что в Филиппина едят? Ну, это вообще. Туалет называется на Филиппинах. Рест-рум. Они еще говорят, Камска, Балару. Туалетик такой стандартный филиппинский. Но здесь охренеть. Нормальный кондиционер. Это вообще огромная редкость. Плюс через час мы только поплывем. И еще 4 часа будем плыть. В общем, где-то полпятого я только буду в городе. Предлагают в качестве еды. Но, в принципе, стандартный. Субтитры создавал DimaTorzok Вы поняли, на что они намекают? Бум-карат-карат. Тарарар-тарарар. Бум-курай. 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 Это раздается. Чего? Чего? Блин, что? Какой-то конверт дали. Дорогие адвокаты. В этот сезон рождественской радости мы предлагаем вам присоединиться в всеобъемлющие радости, посвященные нашей команде Бутан. Ваше маленькое, но очень значимое для нас вложение поможет сделать запоминающимся Рождество и Новый Год для нашего экипажа трудоголиков. Большое спасибо вам за вашу честность и, конечно, поддержку. В общем, в качестве подарка они предлагают поддержать их и помочь. По-моему, мы наконец-то приплыли. Время полчетвертого утра. На улице идет дождь. Я просился в автобус, что-то не впускали. Сейчас впустили, поедем. Местный транспорт, трассик, вот смотрите, встал он прям в лужу зачем-то. Ну, как бы тут так принято. Ой, это уже нормальное явление. Че, погнали ехать 700 метров всего, но я с сумками. Вот это, зараза, без колесиков. Я уже заказал себе другую. Поломанная, старая, порванная. Такая долгая история. Посмотрим, сколько с меня бабла возил. Сколько скажешь. Время 4 утра, 50 песо дам ему в любом случае. Еще 50? Ты что, до сотки хоть напей? Простите, но смотрите, у меня всего 200 остается на жизнь. Фу, такси на 700 метров проехать. Я еще должен с него там убеждать, что 50 песо это достаточно. Ой, отель закрыт. Я не знал, что мы так задержимся. Так будем рано. По идее, в 9 часов вечера обещали. Хоть бы звоночек где-то повесили. Но отель точно будет, Greenview. Даже где-то внутри там что-то свет горит, но попасть нельзя. Трассика уехал. Все, открыли мне, короче, дверь. Но я тут с ноги уже начал стучаться. Ранняя регистрация, сэр? Ну, нет, не ранняя. Я уже бронировал здесь. Наоборот, у меня поздняя регистрация. По заверениям водителя автобуса, мы вчера вечером должны были в 10 приехать. А уже утро, 4.20. Ну, на улице идет дождь, и у меня есть букинг. Ну, он понял, что я с камерой, и со мной лучше не шутить. Что, не работает? Решил уточнить, работает тут горючий душ. Что-то я сомневаюсь, ребята. Этот отель стоит 1100 песов в сутки. Это почти 2000 рублей. Кондиционер филиппинский, ну и душ, который не работает. Хотя этот отель считается лучшим в городе здесь. По отзывам у него там 8,3 на года. Остальное там гораздо хуже. Прямо, как это, знаете, ревизора. Ну, работает кабу, сэр. Кабу-кабу. А душ нет? Не работает душ. Ну, было ожидаемо. Починил душ, говорит, вот смотри, видишь, что работает. Ребята, вот так на Филиппинах обычно все происходит. Я говорю, такая-то не работает, хитрая, крути, не крути. Он говорит, ну, и что? Что, холодный тоже на джурс, всем понравится, не сдается, пытается что-то сделать. Но что-то мне подсказывает, что оно не работает уже несколько лет. У меня просто сутки уже в пути. Вот я в 7 утра выехал, месяц чуть-чуть изманил. И хотелось бы, конечно, горячий душик не помешал бы. Кстати, еще один вопрос задал служащему отеля. Я говорю, а вода есть какая-то? Он говорит, ну, там у нас на входе есть водичка платная. Самое тут печальное, это матрасы, по-моему. Они просто никакие. И проваливается все, и спина начинает болеть, естественно. Справедливости ради, парень внизу нашел мне другую комнату. С работающим вроде как я не проверял, но показал. Вроде лампочка загорается, горячий душ. Но здесь другая проблема. Он мне об этом ничего не сказал, уже убежал куда-то. Он, наверное, спать ушел, хер его развудишь. Сейчас он кондиционер не работает. Кондиционер не подумаешь, такая милость. Господи, эти иностранцы вечно приезжают, и кондиционер не нужен. Зачем-то горячая вода и нужна. 50 ПС, одна бутылка? Это. 50 ПС, а вот это? Да, сэр, 50 ПС, а вот это. Что ж это такое-то? Я дам вам бесплатную воду, сэр, если вы хотите. Да, да, конечно, я хочу. А что до этого не говорил? Короче, чудеса творит. Видели, как я бутылку поставил громко? Он как-то вздрогнул. Как же они хотят заработать на всем, а? А, вот такая вот. Это питьевая же? Бесплатная сэр, питьевая? Не надо платиться. Крестенькие. Настоящие цены, смотрите, какие. Это 2,5 тысячи рублей где-то. Не серьезно вот это все, а? Какие-то листочки тут еще так как-то все криво, косо, так вот напечатанное. Вот арахис вычищаю. Салфетки взял, потому что он ведь нашпиговали его этим чесночным, как они маджисарапом называют, каким-то жиром, сахар там еще и купил просто банку, арахис, но нечего там, жрать больше было, купить. Короче, выкинул я к чертовой матери этот продукт, пытался его отвыть с водой. Такая боль идет, прям химия, вот этот вкус чеснока, как они называют. В таком жире, который не отмыть, я пытался и салфетками протирать. Еще одна проблема, ну нет полотенец, ну бывает. Я уже никуда не пойду, честно, думаю вытрусь, может быть этим, и я, у меня тоже нет своего полотенца, я уже не вожу местный месяц за него. Доброе утро, я тут поспал, я решил надо борись отсюда из этого Мазбата-сити. Ни на сайте, ни расписание автобусов, полностью ничего. Местные на таких ситуациях говорят, ты не переживай, ты возьми трамази трассика, вот этот. Естественно, для иностранца трассика вот тут, сейчас они мне цену будут загибать, я с ними буду пытаться договариваться. Мне нужно, типа, до автобусной станции, из которой я смогу уехать в ПИОВИ-корпус. Не факт, во-первых, что он правильно отвезет, по опыту, часто трассика привозят почему-то не туда, а во-вторых, во сколько поедет автобус в ПИОВИ-корпус, то есть может он поедет 4 дня, да, а может сегодня уже нет автобуса. Мужики, подскажите, там надо вот уехать в ПИОВИ-корпус. А информации в онлайн, ее просто нет нигде. Местные тоже, никто ее не знает. И Артура попросил, чтобы я ехал туда, он тоже деньги не может снять, чтобы помочь ему там через криптобиржи перевезти деньги. По поводу мотобайка тоже, я там невеста, жениха уже, который день терроризирую. Да не переживай, все нормально, сейчас все сделаем, все. А какой мотобайк, спрашиваю, уже 5 дней. Там говорят, у кого-то из знакомых, где-то в каком-то населенном пункте он там есть. Какой модель? Я даже вот этой информацией уже пятый раз спрашиваю, узнать не могу до сих пор. Может он мне не подойдет? Говорю, можете мне воды принести бесплатную? Говорю, да вот для вас бесплатная бутылочка одна. Я вот хочу поехать в этот POV корпус ваш, но не могу нигде информации на сайте найти, ни расписаний нет. Да, сэр, вам нужно поехать на автобусную станцию. А где это? Потому что на гугл мэп нет ничего. Вам нужен трассикл. Хорошо, а сколько стоит этот трассикл? 15 песо. 15? Да, одна поездка. Просто понимаете, вчера я приехал, всего 700 метров отсюда, на автобусную станцию, и трассиклист мне сказал, то песо. Правда? Да, сюда, я ему дал всего 50, а он сказал, слышишь, ну еще полтинник хоть докинь, сотка должна быть. Я говорю, нет у меня 15 песо всего, сэр. Может, потому что я иностранец? Может. А еще не подскажете, вот банкомат, где-то поблизости от автовокзала есть? Нет, сэр. А, Гайсана. Гайсана? Да, сэр, вам сначала надо в Гайсана, а потом только. Трассикаль, трассикаль, блядь. Только трассикаль, трассикаль. Че он машет? Сказали, я выйду, мне сразу трассик, вы ваши все потормозят. Трассикаль, трассикаль. Трассикаль, трассикаль. Эти чёрт жут. Сейчас я привыкать буду вот к этим взглядам. Трассикаль, трассикаль. Ну че ты, неудобно здесь. Берешь гид трассика вот это. Все так просто и удобно. Трассикаль, трассикаль, блядь. Чувак. Мне нужно на автобусную станцию, чтобы уехать оттуда в Пиови корпус. А, Пиови корпус? Да, но перед этим мне нужно обязательно заехать в банкомат. Или какой банк тебе? Да любой банк, у меня G-Cash MasterCard. Да, только скажи, пожалуйста, до начала поездки, сколько по баблу выйдет? А то слушок прошел, что 15 песо всего. 15 песо? Регулярный рейд? Хорошо, я заплачу тебе два раза по 15. Один раз в банкомат, другой раз на автовокзал. Окей? Главное, рядом с отелем, вот даже поесть захочешь, негде вообще. А если надо трассик, то утормозить его, и он меня довезет до поести. Ему сказать надо, а где поесть, чувак? Ну еда в основном, вон булки, булки, бананы. И вон фастфуд вот этот, блядь. Я вот сейчас боюсь, вдруг там сумка моя улетела. Так, я... Все, вот он, банкомат, прям близко, чтобы сервис максимальный. Не, ну если правда вот так вот по 15 песо за рейс, если прям это будет по умолчанию, и каждый будет, иностранца, принимать за такие бабки, hello, то будет отлично. Моли. Он дошел, говорит, какой у тебя размер? Я не могу здесь вот, ждет меня, я не могу снять деньги. Интернет не работает, почему-то не снимаются опять бабки. Осталось, кроме как отправить мото-трасик листа в сумку, он мне вытащил, потому что интернет не работает, я не могу деньги снять опять. Ну я не знаю, в чем проблема. С вай-фай я уже, слава богу, знаю. Сейчас вот 5 песо сюда закидываю, и придется мне подключаться к вай-фаю. Ага, что-то не закидываю. Тоже что ли не работает? Это другая. Неа. Я попробую свою монетку. А, 1 песо, а 5 нельзя? Окей, окей. Можно и 5, а я попробую. Я дам тебе. Ну? О, что-то пошло не так, а? Что-то пошло не так, да? Да, какая-то проблема. А ты не подскажешь, где другой? А, сэр, хрен его. Ну, небольшая проблема возникла, так бывает иногда. Где-то там, ну как они, филиппинцы, а где конкретно? Ну, там. Потом туда идешь, они говорят, вон там. Да, весело на Филиппинах, ребят. Не переживаю, сейчас последний автобус идет отсюда, пока я свое время трачу на вот это все. Не пропускают. Вот, говорят, еще один песо вай-фай. Тот мужик меня отправил не туда. Ну, вроде у этого лампочка горит. Сейчас должно заработать. Все, закинул, по крайней мере, монетку. Мне вообще не смешно сейчас. Я так и не смог снять деньги. Я не могу зайти в G-Cash. Он мне ни одной смс не прислал. В итоге пишет мне сейчас G-Cash это, что вы 5 попыток исчерпали, счет временно заблокировал. Я ничего не могу сделать. Ну, кстати, у Артуреса тоже его банкская карточка была заблокирована. Я не могу узнать, есть ли у меня деньги на счете. Нет их денег. Но он пишет, что нету. Хотя вчера специально переводил туда деньги. В другом банкомате просто. По непонятным причинам в том банкомате не работает. Опять буду сейчас трассикейль, трассикейль. Пообщался с этими. Они мне сказали, куда ты едешь? У тебя здесь есть девушка. Сейчас найдем тебе девушку. Все будет типа окей. Трассикейль, трассикейль. Они вон все заняты, смотрите, едут. Все загружены. Трафик такой, что... Вот так пошло. Филиппинцы, ребятушки. Здесь в самом трассикле правительство, видать, их обязало. Вот здесь есть у них цены. Это, конечно, очень удобно, правда, что 15 песо недорого. По городу мотают они. Думаю, я не пожалею, что я отсюда уезжаю. Жизнь в таком городе, я думаю, это не особый кайф. Лучше уж в село туда ехать глушить. Мы договаривались. Он, наверное, думал, может не 15, а 50. Говорит, недостаточно. Ему дают 19 песо. Но у меня больше не было мелочи. Я, короче, тут на станции автобусной. Буду здесь фан ловить теперь. А почем вода? 20 песо всего, сэр. Всего 20? А, ну вот это нормальная бутылочка, кстати, за двадцатку. А куда ты направляешься, бро? Я еду в этот ваш Пио-Ви-корпус. А вы кто, водитель? Нет, сэр, я репатриат. Hello? Это в Пио-Ви-корпус, да? А в какое время? Два часа. Ага. А люди говорили мне, есть автобус, который в час идет. Не знаете? Да. А где? Да он там. Зачем он меня сюда отправил? Пио-Ви-корпус. Вот этот автобус? Автобусу тут не написано ни хера. Пио-Ви-корпус. Так Эсперанзе или Пио-Ви-корпус? А где водитель? Я хочу билет купить. Чё, драйвер съебался? А? Водила, ну скажи хоть, как билетик-то купить? Не, не билет. Бой билетом, блин. Нет, билетом. Ну чё, безбилетное? Нет, билетом. А как кому не заплатить там? Могли бы объяснить? Ну объясните. Нет, билетом, нет, билетом. Так может билетов нет? Или мне надо заплатить вам? А куда ты? Да говорю же, Пио-Ви-корпус. 250. Пять раз сказал. 250, я могу сейчас заплатить? И в какое время едем? Время отправления, да? У меня есть полчаса, чтобы покушать здесь. Я как-то у себя в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь. Рассказываю постоянно, что тут кроме фруктов, ну мало, что можно есть. Или самому готовить. Такое всё холодное, лежащее полдня. С мухами. Зато вон девушки там. Будем есть, а что остаётся? Ребят, вариантов-то нет. Тут как бы выделываться уже... Рыба есть, да. Про овощей, про зелень, я вам рассказывал. Здесь чисто мясо, вот это всё. Ну такое себе, я вам скажу честно. По качеству мяса, вы видите, да, что там происходит. Всё холодное подаётся. Вот люди едят, ничего, не жалуются на жизнь. Вот смеются, hello. Вот такое, что ли. А у вас есть горячий супчик? Рыба. Рыба и говядина. А суп горячий, что ли? Да. А как же вы, интересно, греете его? Там прямо на проходе, смотрите. А что не так-то? Тут они привыкшие, говорят, здесь садись. Но мне, конечно, не хочется. Не хотел я спиной садиться к людям. Ещё одна фишка. На Филиппинах они кладут, типа, в целях санитарии. Горячую воду. Не знаю, откуда эта вода. Такой вот суп. Каждое видео я буду выпускать в оригинальном варианте, то есть без озвучки, на свой канал Boosty и Patreon. Ссылки в описании, вы можете проходить. Подписка. Я думаю, что многим будет по карману. В оригинале, без перевода. Какой флэшбэк был. Я сижу, и вот там, видите, сосиска красноватая. Мне почему-то оказалось помидорчики. Другое. Пасти помидоры. Как они любят выкрашивать сосиски хорошенько. У меня была, наоборот, надежда на этот город, Масбата-Сити, что здесь какая-то цивилизация, там, банкомат, что-то докупить можно будет. Какой-то, может, отель, чтобы, если что, горячий душ, там, иногда, хотя бы раз в три дня. Но есть еще хуже ситуация. Пассажирочка. Хотя автобус наполнен пустой, но я сумку оставил, она села возле моей сумки. Я думаю, ну ладно. Автобус уже не такой комфортный, но, в принципе, ехать можно. Больше веселья на Филиппинах, правильно? Больше веселья здесь на Филиппинах? Я чувствую это веселье каждый день с раннего утра я здесь просыпаю. А вы куда едете? А, я тоже, я тоже. Соседи? Побольше бы таких красавчиков. А ты блогер? Ну да, типа блогера. Кто-то должен снимать видео о вашей стране, потому что тут же так весело. Во сколько едем, говорит, в час? Я говорю, время уже час двенадцать. Он говорит, ну ничего. Филиппина тайм, да? Да, это филиппинское время. Не ваше американское. Ну не американское, конечно, я вообще-то из России. У них всё Америка одного. Ну а вы любите сплетни? Да. Она главная сплетницкая. Меня зовут Ходячий сплетни. А как твое имя опять? Серёга. Лучше так произносить. Серёга. Ну привет, вы ему в логотом. Прости, а тебя как зовут? А что, два имени? Какие-то дома, какой-то посёлок, интернет. Вы смотрите, вообще ноль палочек здесь. Как люди здесь живут. Я вижу, думаю, вы видите как. Я подъезжаю к месту, где живёт жених из Литвы сейчас, со своей невестой. Интернета здесь нет вообще. Только писа вай-фай. Такие стационарные точки. Но зато природа, смотрите, какая тут красивая. Ещё 300 метров. Ещё 300 метров? Ещё 300 метров? Ещё 200 метров. Тут люди такие совсем другие. Нараз в огоне вдоль дороги. Мы ехали, а вон и жених Артурас, короче. Ребята, я подъехал. Это сложно поверить, но это факт. Хай, нас встречается. О, хай, хай. Вот они, люди встречаются. Привет. Привет, братан. Здорово. Долго ждала на встрече. Ну что, как ты, как долго? Ну так, более-менее. Привык. Привык? Привык. К этому можно привыкнуть. А вы там что, дальше едете, да? Добрый день всем. Ну всё. Я остаюсь здесь. Мы единиц природой. Ещё один блогер. Короче, окружили меня блогеры все вокруг. Осторожно, пожалуйста. Ну, почти, почти мой рост, ребят. Да я знаю. Смотрел, я там показывал, как я бился башкой. Кубов, наверное, снег, наверное. Не надо? Тут так. Ты будешь там. Но я уже ко всему готов. Я буду вот здесь, говорят. Вот житуха, бытуха. Вот такая. Меня ждёт вентилятор. Работает, да? Мне главное, чтобы у меня завтра появился мотобайк. Это главный атрибут свободы на Филиппинах. Не дождались, ура! А что, Света нету? Нет. А как давно? Писопа? Полдня. Мне написали из Сеула, консульство Литовское. Они вроде бы сделают так, что всё-таки свадьба будет официально. Кухня летняя. Ага. А где тут бананы или кокосы? Что там? Бананчики. Манго есть? Манго в этом. Ура-та, ура-та. Ага. Меня сделали вот это? Да-да-да. Специально? Да. Это что, переодеваться? Да, это было да. Так может, ещё чуть-чуть и баню бы доделали. Я не знаю, что он вообще-то сказал. Вот Сергей приедёт. Если что, для Серёги вот это вот сделает. Не знаю. Ну-ут... Terror. От device on почему. П privy norte. Всё. Всё. Всё.